ДИКОЕ ЖИВОТНЫЕ Этого и всех, кого только глаза увидят. Здесь такие просьбы на каждом шагу можно услышать. Сотрудники контактного зоопарка только и успевают убирать преграды. Посетителям на выбор с десяток редких и экзотических персонажей, которых главное не бояться. Когда его гладят, он обожает, когда его гладят. Как кошка. Если бы кошечка, замурлыкал бы. Обожает, когда его гладят. Видите, зажмурился даже. В зоопарке рай для любителей рептилий, змей, игуан и прочих хладнокровных здесь в большинстве. Сотрудники зоопарка при желании даже удава могут повесить на шею. От такой свободы действий, кажется, в большем восторге оказываются даже родители, чем дети. У меня удав на шее. Это первый раз в жизни вообще. У меня аж мурашки по коже. Самые необычные впечатления остались от того чуда дикобраза, который ест на решке прямо с руки. И у меня такой милый язычок. Мягкий. Хотя сам выглядел, но очень колючий. Пока родители умиляются, дети по очереди следуют каждого персонажа. У всех животных есть имена и истории. Можно погладить семью летающих собак. Покормить молодого дикобраза Васю и поиграть с енотом Жориком, обожающим морских свинок. Жорик. Жор, гулять не пойдем. Не пойдем гулять. Вот. Я его покормить. Предложи. Только недалеко. Все животные, приученные к людям с детства, никогда никого не обидят. Они настолько общительные, что сами идут в руки. Тут нужны стальные нервы. Не каждый готов лезть в клетку к экзотическим насекомым. Да не бойся. Подожди, подожди. Зато подержала. Видишь, какого палочника подержала. И пошел. Трогательная выставка скоро отправится дальше колесить по России. А всем желающим сохранить свои пальцы придется вновь ждать ее приезда, чтобы не повторять подобные фокусы с дикими животными в обычных зоопарках.